Всем привет! Сегодня в этом видеоролике, а не в сегодняшний день, потому что нельзя сделать это сзади, поэтому в этом ролике мы будем покрывать картины лаком. У меня здесь на пол уже лежат 6 картин, которые я сделала за февраль и март. И есть еще одна картина, которая была сделана в марте, там стоит, но должно пройти, насколько я знаю, две недели где-то так, прежде чем покрывать работу. Вот, поэтому картины те, которые уже время прошло, и можно будет начать их покрывать. Мне пришлось самово все это изучать, все читать, потому что я в этом ничего не понимаю, плюс я нахожусь в другой стране, с другим языком, другие материалы, и плюс это тоже сложность. Короче, в общем, я почитала, посмотрела, полистала Пашу Шукову и нашла. Вот. И еще я задержалась, надо было это делать еще вот до этого, потому что я хотела заказать материалы, определенные марки. Этих материалов не оказалось, я сказала, другие материалы. А там оказалось, что тысовка будет идти неделю, что очень долго для Амель. Пора покрывать работы. Сначала он будет покрывать флюидом защитным в один слой, он будет сохнуть в сутки, и потом уже будет лак. Лак у меня глянцевый, матовый, и мы будем их смешивать для получения сатинового. Потому что нет смысла покупать сатиновые. Потом я увидела в другой магазине, заезжала, те материалы, которые мне были нужны, которые я хотела от того бренда, и я не стала их покупать, потому что я уже заказала и оплатила посылку. Но ничего страшного, мы купим их в другой магазине. Так, сначала, что мы будем делать? Сначала мы будем очищать картины от всяких частичек пыли и порсов. Мы будем пользоваться такой штучкой, очень липкая. И там, где нельзя платить с такой штучкой, полярный, потому что есть картины с углублением. Потом мы покроем это все в один слой, оно просохнет сутки, и потом будет так. Слишком много информации, наперёд. Ещё я участвовала в выставке. Первые выставки, которые, в принципе, то есть, как это правильно-то объяснить-то? Я подалась на выставку онлайн. Никогда раньше не участвовала в выставках, потому что я только начала писать сейчас, вот в этот момент в своей жизни. Ведь я как бы и рисовала раньше, но, может быть, не столько. Короче, в общем, суть заключается в том, что я только начала писать, я сразу же подалась на выставку, мне дали премию. Я победила в номинации «Традиционное совершенство», получила серебряную медаль. У меня теперь есть такая бумажка в электронном виде, я могу её прикупить потом на сайт «Катеработе». Работа, если что, это птица розовая, которая, в принципе, и людям понравилась, и мне она нравится, и жюри она понравилась, и, в общем, для меня это достаточно большое достижение. С одной стороны, может быть, это что-то не глобальное, может быть, это что-то несерьёзное, что-то не какая-то прям крутая организация или что-либо ещё, я просто не знаю. Но сам фактор того, что там отдаётся много людей, и всё равно даже те люди, которые там подались, если их как-то выбрали, они находятся на уровне ниже, вот этот вот, все эти факторы вместе, они очень сильно у меня, прям в моём сердце, и мне очень приятно, и я поодушевлена, потому что я всё время задумываюсь о том, что я делаю, почему я это делаю, зачем я это делаю, а кому это надо, вот этот вот российский менталитет, заложенный обществом, благо не моими родителями, но обществом, что это никому не нужно, художники-то нищие, бедные люди, они, там, что великими становятся, вот только какие-то там, которые кто-то там куда-то продвинул, а вовсе не потому, что они на самом деле клёвые, классные художники, и люди там что-то в них увидели, потому что лично моё мнение всегда было таковым, что когда ты смотришь на картину какого-то художника, который имеет номинации, награды, выставляются в музеях, может быть, они же умерли, ну, типа Магога, ты чувствуешь, вот оно западает тебе в сердце, ты прям чувствуешь, что здесь есть эмоции, здесь есть история, здесь есть чувства, вот здесь, сейчас, в этой картине, и в этом вся суть, художник, он передаёт эмоциональный фон свой другим людям, и если человек, посмотрев на картину, эмоциональный фон считал, он его почувствовал, там, например, боль или страх, или радость, то тогда это хороший художник, то есть хороший художник определяется только этим, также и хорошие писатели, да, когда книжка, она вызвала в тебе какие-то, ну, там, допустим, это романтическая книга, и ты почувствовал вот эти эмоции бабочек в животе, вот эту романтику, яркий эмоциональный фон, это хорошая книга, в этом всё, вся суть искусства во всех её проявлениях, вы ведь наверняка, знаете, это чувство, когда вы слышите песню, и у вас мурашки по коже, это хороший музыкант, это хороший певец, потому что он свои эмоции донёс до вас, не говоря прямым текстом, то есть не говоря тебе, там, в его песне нету слова боль, там, страдания, да, даже, может быть, оно на другом языке, но вы чувствуете эти эмоции, вот это хорошее, вот это определяет, собственно говоря, всё, и поэтому я постоянно отталкиваю то, что говорило мне общество всё это время, и я сейчас делаю то, что делаю, и всё равно постоянно задаю всякими вопросами, которые остаются, нельзя просто так избавиться от того, что годами ты слышал, и что годами тебе навязывало общество, просто очень бы хотелось перестать, но это невозможно, ты можешь только бороться, бороться, и когда-нибудь, может быть, это пройдёт, особенно если ты сломаешься, стереотип полностью, и ты уже будешь такой не понимать, а почему вообще, в принципе, можно верить в этот стереотип, но это будет не сразу, и поэтому вопросы, они всё ещё есть, вопросы того, что ты делаешь, почему, и мысль о том, что до этой выставки, до этой номинации была только одна мысль, «Как долго нужно делать что-то, чтобы понять, что ты никому не нужен?» И этот вопрос, он исчез после этой выставки, то есть и конкретно я в данной ситуации почувствовала, что я нужна, что я молодец, и я думаю, к этому вопросу я уже больше не вернусь, то есть вот этот, как говорят модные современные, гельштадт, гельштадт, гельштадт? Это была бы смешная шутка, если бы я могла произнести это слово. Короче, ладно, поехали покрывать, потому что я её потом запарюсь, видимо, монтировать всё это дело. Очищаю картину маленьком. Ну что ж, она прям пыльная стала. Короче, в общем, вот флюид. У меня есть вот такая вот симпатичная баночка. из-под йогурта. Мы наливаем сюда йогурт. Он такой густой, как глейб-уа. И вода. Воды до 25% к раздавлению. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Прошло пять дней Прошло пять дней Короче, вы видели, как я начинала работу И в итоге, короче, я не стала снимать, как я в промежутке покрывала, что было после Сейчас просто покажу результат В общем, короче, получается, что лак водой разбавлять нельзя Ну, там написано Не то, чтобы я такая, типа, разбавила водой, а потом казалось, что я лох Вот, и я использовала два лака, матовый и глянцевый, и смешивала их между собой для получения сатинового эффекта Эта работа у нас с матовым лаком покрыта Она вообще покрыта в три слоя Потому что здесь были видны следы нанесения от кисточки Почему-то кисточка решила умелеть, и мне пришлось ее долго реанимировать Я не понимаю, потому что после защитного слоя я ее замыла И нормально там замылила, короче А она все равно стала какой-то твердой Но в итоге потом я ее замочила в мыле И, ну, не прям в воде, типа, она мылила, и она лежала И максимально мягенькая В общем, нужно после этого дела ее в мыле ослаблять Вот В общем, вот она такая матовая получилась Очень мне нравится эффект Во-первых, на ощупь это просто офигенно крутое покрытие Это просто какая-то невероятная гладкость Я очень довольна результатом И то, как она стала матовой, в принципе, ей это идет Я этого и хотела И некоторые люди, которые живут в одной пространстве Говорят, что матовая, она должна быть матовой То есть все солидарны Вот Для этой картины есть рама Вот рама Проблема в том, что эта рама должна быть вот так Здесь есть сколы Она сделана из дерева Я хочу ее отшкурить, покрасить Но эта картина в раме будет по-другому стоять Она будет находиться в углублении этой рамы Сейчас я встала и покажу, как она должна выглядеть Вообще Вообще, по идее, у всех картин должны быть рамы Потому что если они будут выставляться в музей потом Или на выставке В музей Громко так сказал Если они будут выставляться на выставке То у них должны быть рамы Это условия выставки Вот так Когда она будет смотреться Рама будет черная Не хочу, чтобы что-то отвлекало от самой работы Мне нравится ей такой минимализм И получается, что сторона со сколами Она с обратной стороны Можно оставить так Ничего не делать Просто эти сколы подкрасить Подкрасить черной краской Чтобы их совсем не было видно И сюда все это сделать Единственное, что она, получается, не держится пока что в раме Не таким образом А должна Надо будет ее каким-то образом здесь закрепить Буду решать Если бы купила Мне муж купил степлер Который я хотела И, наверное, на какие-то скобы Это все дело будет Посажено Вот Посмотрите, вообще Огонь Дальше у нас идет вот эта работа Она покрыта сатином То есть это смесь глянца с матовым лаком То есть она не умнее глянцевая Она именно что сатиновая Также офигенный результат покрытия Очень приятная на ощупь С картинами, у которых есть какой-то фон Особо не возникает проблем с вот этими полосками от кисточки И так далее Их просто не видно и все Вот В принципе Как бы все вообще выглядит отлично Она немножко блестит И вот эта малышка тоже матовым Просто полностью я все замазала матовым И розовую часть, и саму руку Она вообще не блестит Вообще никак Очень смотрится клево Нирает этот эффект Как будто это фотография И вот эта вот розовая Розовая лепнинка У меня сейчас появились новые идеи Насчет всякой лепнинки Мне так хочется больше такого Вот еще одна розовая работа Здесь Птица у нас Глянцевая То есть вы видите, да Как она изрыгает Прям красивые блики Все Вот она прям При этом розовая фактура Она осталась матовая Я ее покрыла матовым лаком Он не затемнял сильно ее Он нормально все это воспринял Здесь все очень красиво смотрится Вот Теперь она не сыпется То есть можно не трогать Все хорошо До этого она сыпалась Теперь все отлично И ну и мне нравится Вот эта вот глянцевая поверхность Как она выглядит Вообще красиво Так Эта картина не будет в ранней Наверное никогда Потому что это вот розовое покрытие Оно само по себе Как рама Она полностью законченная И Насколько я читала по Выставкам Если картина вот такого формата Законченного Когда у нее все Здесь обработано Такая картина может висеть без рамы Но ей рама не нужна Она самостоятельная Она прекрасная В этом плане Ей вообще ничего не нужно Она сама Вот эта работа Также в смешанной технике Здесь глянец с матовым Вот Глянцевая рука Очень красиво Какая прелесть И матовый фон Мне очень нравится Как это выглядит Я не знаю Как это выглядит На камере Видно Жгу Это вообще просто Пушка Блеск Ее вполне Дополняет Очень тяжело было наносить И вот этот цвет Вот этот цвет Он такой При нанесении Лака Кажется, что Как будто бы Грязный И что-то с ним не так Мне кажется, я плохо здесь Покрыла Я вот тут везу Глянцевое пятно Пойдется доделывать Очень тяжело Не видно Покрываешь несколько слоев А все равно Получаешь то, что получаешь Вот Здесь Как это была первая работа Я не очень хорошо Поработала с фоном Мне это не устраивает Может быть я Ее даже Буду немножко Переделывать Все это зашкуриваю И Выровняю фон Другим Ну, таким же оттенком Это делаю И потом Захожу эту самую руку И Зеленую Эту я трогать не буду Так Это тоже сантиновая работа То есть Здесь Мата высмешана С глянцем Все красиво Ей идет Она хорошо смотрится Все шикарно Все классно Вот И Для этой картины У нее тоже есть травма Какая она Типа классическая Но картина В ней смотрится просто шикарно То есть вот она ее Прямо дополнила Я вставлю в это видео Как я буду ее Сюда В эту раму крепить Вот Так что вы увидите Как это происходит Как это будет выглядеть Я думаю Нужно это оставить Потому, что эта картина Все Она закончена Она покрыта Она покрыта Хорошо Рама для нее есть Раму можно протереть Помыть И И И Короче Лучше Ставить в эту раму И повесить уже На стенку И будем делать Если переводить с английского Называется Проволочная вешалка Я так понимаю Что и в России Так же делают Я этого никогда не делала Но мне это нужно сделать Потому, что это так же требование Галерей И всяких выставок Нужно сделать Будет что там Я хочу отправить эту работу На конкурс На выставку И В общем Короче Здесь будет выставка Посвященная Там такая тематика Типа цветов Дождей Ливней И всего такого И я не уверена Что мои работы пройдут Я хочу отправить тебя Потому, что здесь Грозовое небо Ну и в принципе Она мне нравится Все таки моя работа Я так вижу этот мир Типа Для художника Я так вижу Это то Это то, что мне пришло в голову И я такая Типа О, какая классная идея Это Надпись Цветы Ну блин Она клевая Мне прям нравится Она впишется в любой интерьер Все Здесь написано Цветы Значит изображены цветы Что вам не нравится Возьмите работу на выставку Посмотрите Какая красота Красота Вообще Идея с газетными Вырезками Надписями Из букв У меня была давно Еще когда мы ехали В середине нашего Путешествия сюда Вот У меня была другая идея И Я пока что Ее не стала делать У меня даже холсты Для этой идеи Есть Которая у меня была Она еще Короче С этими цветами Я мучилась Мучилась И вот Короче Получилось Вот тут цветы Надпись Очень Мне нравится Мне нравится Мне нравится Цвет Мне нравится Все Как она выглядит Она прям идеальна Для дома Я подбирала Подсветитель Чуть Чуть Светляет Ладно Вот Короче Она закончена Я ее буду На днях уже Лакировать Потому что Пока я лакировала Все что у меня было Подошел срок Лакировки Вот Эта Картина Вот Она тоже Она у меня матовая Вот Я ее залакировала В Два слоя По-моему Если не ошибаюсь Вот Очень Она Отлично выглядит Красиво Да Обожаю ее Мне она все безумно нравится Я ее Повешила над кровать Это я Да Да Прекрасно Так говорит Мой муж Но Это не точно И Вот эту я тоже начала Она Покрыта Защитным слоем То есть ее можно уже Лакировать Скорее всего она тоже Будет матовая Потому что все что черное В матовом Выглядит гораздо лучше И может быть я вот эту вот Зону сделаю глянче Со свечой Чтобы она Выделялась Да Любимая Наверное Из последних Любимая работа Мой муж Значит на нее Можно смотреть Практически бесконечно И все время Видеть что-то новое Это клево Эту работу Тоже Пора Лакировать Она еще Ничем не покрыта Я Дописывала ее Мне не хватало Человечек На картине Я так посчитала Здесь появилась еще одна девочка Так Мне кажется Она более Законченная Потому что без нее Было Немножко скучно Цирк На кончиков Пальцев Вот Я Подписывала все работы С обратной стороны Единственное что я не пишу название Наверное стоило Пописать еще название Было бы очень хорошо Если бы на каждой работе Все было подписано Это очень удобно Потому что когда Ты знаешь Что нужно выдержать Две недели Перед первым слоем И ты просто смотришь Разе на работу Смотришь число То есть Третье Тридцатая Это дата Когда я ее дописала Без девочки Без вот этой вот Маленькой Человечек Через Пять дней То есть В начале апреля Я не дописала эту девочку Это я тоже так помню Но когда ты заканчиваешь работу Ты ее сзади подписываешь Она высыхает И ты знаешь Что эта работа Готова к лакировке То есть Две недели прошло Можно ее покрывать В принципе Лакировки Вообще Ничего сложного не было Единственное Что болела спина Ну Столько лазить По полу Вот Здесь стоит работа Которую я делаю Для еще одной выставки Которая будет Короче Две выставки На конец месяца Я в очень Сильном напряжении Потому что Мне нужно к ним Проложить усилия Какие-то Чтобы это делать Мне нужно при этом Заниматься еще Ютубом Мне нужно еще при этом Заниматься инстаграмом И мне нужно еще при этом Успевать рисовать Вот Вместо этого В воскресенье Я была максимально Ленивой Я вообще не двигалась Я просто Пролежала весь день Мне не хотелось Ничего делать И Как бы Когда у меня такое состояние Я себе Ничего не запрещаю Потому что Имею на это Полное право Хотя Несмотря на это Даже В такой день Когда я полностью Пролежала весь день И вечером все равно бегала То есть я всегда бегаю Мы не бегаем Только Только если там Дождь Или Какие-то серьезные Физические И дискомфорт Есть Там Кто-то Живот болит И так далее А так Мы бегаем Каждый вечер Во вторник В понедельник Я чуть прессовала Во вторник Я Потратила Свою жизнь На Какие-то Другие дела Вчера Мы весь день Ездили Мы сделали Очень много Всяких дел Яд Мы разобрались У нас были проблемы С трейдином С телефонами Мы сдали А вычитать Не вычитают Мы съездили С этим Разобрались Потом Нужно было Получить деньги Еще В банке Насчет счета Разобраться Отправить Формы Разрешения На работу Почтой Нужно было Потому что Там бумажная форма Определенного Характера Грубо говоря И Все Вот это Все Эти дела Они очень занимают Много времени Потому что Ты приезжаешь По большей части И ждешь Решение Своей проблемы То есть Ее как бы решают Без твоего участия Но тебе приходится Как бы ждать Поэтому ты тратишь свое время На это И в общем Тебе нужно ездить Хотя у нас там все Очень близко Друг к другу находилось Вот И в общем Короче Вчера мы прям делами Занялись Все сделали Все дела которые у нас скопились За предыдущую неделю Даже две там наверное Мы поехали Просто сделали вообще Все разом Мы молодцы Вот Мне нужно еще поездить По барахолкам Найти еще картин Точнее Найти еще Рам Рамок Вот Можно заказать рамки Вот Но По факту Новая рамка Она стоит 20 баксов А старая рамка Вот эти бушины Которые красивые Под ретро Иногда прям реально там Древние рамы какие-то Они будут стоить 3 бакса 6 баксов Максимум Максимум 10 баксов Самую большую раму Что я видела Максимум Самая большая рама Что я видела Стоила 10 баксов Вот Поэтому нужно ехать туда А еще у нас есть Ретро лампа Которую мы нашли Такая напольная У нее нет плафона Там был по оригиналию Стеклянный плафон Тюльпанчик Вот Это короче винтажная лампа Нужно найти для нее Другой плафон Я бы хотела найти Стекло в стиле Тиффани Витражное Не знаю получится или нет Потому что Большинство плафонов Которые продаются В барахолках Они чаще всего Бумажные Как я и обещала Мы закончим Это видео На том Что будем Вставлять Картины в раму Вот Картина Вот Раму А картина Пока не нужна Поставим Картину Здесь В раму И для начала Для начала Поставить 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 Картину Для начала Поставить Поставить Четыре Четыре Штуки Две Здесь Две Здесь Думаю Будет достаточно Так Я помню Если Здесь Только 1 4 Получается Хорошо Считаю 8 Всего 8 Нет Поставить 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 Две Снизу И по одной Поставить Будущей Так Делаем Отметки Мне Придется Позвать Мужчину Своей Мечты А он Сделает Дырки Своим Волшебным Аппаратом Типа Дрелью Ну Еще Подвес Ну Нужно Это Подвес Подвес Мн Ух Стал Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok что я не могу нормально проволоку считать она каким-то образом это завязывала узелочек но у меня узелочек не получается берем и вот так вот видно не видно оплетали на дворе если что ночь ну почти поздняя ночь или здесь ночь лично делаем с этой стороны короче вот так вот делается полночный подрез все он держится все отлично вот я за него держу все это картина полностью готова через пять дней эта картина поедет в галерею это еще две работы то есть мне сейчас вот только что часа два назад я приехала домой и мне пришло письмо на почту ответ от галереи что они приняли меня на выставку вот я правил три работы мне написали мы вас ждем приезжайте всем спасибо за просмотр этого видео днем было много рутиной и мелкой работы немножко болтовни просто это видео оно как бы о том что художник это не только писать картины художник это еще и куча всех других навыков в принципе это логично но для большинства людей которые занимаются какой-нибудь другой профессии особенно если они у себя работают они знают что их работа это не не что-то одно то есть это всегда много всяких новых навыков которые нужно узнать но если вы этого не знали то теперь во вкусе благодаря этому видео если вы узнали об этом из него так что спасибо большое за просмотр вас конечно немного всего 60 человек на канале на прошлом видео когда я говорила их было всего 30 так что это прямо в оси вот но я не знаю как выйдет следующее видео потому что у меня очень много дел связанных с судом и мне нужно потратить прямо вот сесть и сейчас заниматься судом мне нужно сосредоточиться на этом потому что живопись очень сильно меня забирает из реальной жизни и дни пролетают а я просто не замечают у меня есть картина которую я пишу прямо сейчас она стоит сзади вас вот и я все я ее допишу естественно я не знаю будет ли это на ю тубе выкладываться скорее всего только в инстаграме или в коротких видео роликах но та картина которая сейчас пишу она очень сильно для меня эмоционально важно и я уже даже нашла выставку на которую я ее отправлю вот я считаю что она должна попасть на эту выставку потому что она очень сильно эмоционально затрагивает меня и еще куча других окружающих людей классно звали люблю всем пока